БРИКС расширится с 5 до 11 стран-участниц. Главные заявления главы МИД Сергея Лаврова на саннете БРИКС. Центробанк Турции поднял ставку с 17,5 до 25%. Но Уолл-стрит заявили об окончании золотого века инвестирования. В России зафиксирована рекордно низкая безработица. Турпотоп по России вырос на 16% за первое полугодие. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Всем бодрого начала финальной летней недели этого года. И давайте начнем с графиков. Российский фондовый рынок несколько замер. То просел вниз, то отыграл немножко назад. Америка довольно сильно просела, но тоже чуть-чуть под конец недели подросла. Нефть просела немного относительно за последнее время. Ну а доллар сначала скреканул вниз, но под конец недели начал снова возрастать. Биткоин около 26 тысяч долларов. Как застыл, так вот собственно у этой цифры и стоит последнее время. Давайте перейдем к новостям. Как будет выглядеть БРИКС на карте мира с 2024 года? На саммите БРИКС, который сейчас прошел, было принято решение добавить в БРИКС. Напомню, что БРИКС это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. И сейчас к ним еще хотят добавиться Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. В аббревиатуре БРИКС сейчас только одна гласная. Возможно, новых членов решили выбрать по принципу побольше гласных добавить, чтобы удобнее было название делать, если обновлять. Но на самом деле довольно важное и серьезное изменение происходит. Потому что теперь доля стран БРИКС в мировой экономике ВВП будет составлять уже 31,5%, тогда как доля передовых стран мировых экономик G7 опустилась до 30,7%. То есть БРИКС обогнала G7 в этом плане. И этот разрыв будет только увеличиваться, потому что страны БРИКС будут все больше обогатеть, ну в основном за счет Китая и Индии, а G7 наоборот, вроде как стагнировать и беднеть. Кроме того, страны БРИКС занимают 26% всей территории планеты, на которых проживает 42% всего населения. Поэтому вполне возможно, что мы видим вот такое постепенное изменение мирового порядка. У нас был очень подробный хороший ролик на эту тему, как меняется мировой порядок, если не смотрели, посмотрите. Некоторые главные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова на саммите БРИКС. Сейчас про единую валюту пока никто вроде как не говорит. И все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли, экономических проектов и инвестиций так, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их западными союзниками. Министры финансов БРИКС формируют группу к следующему саммиту, который, кстати, планируется в России через год. Следующий саммит БРИКС пока непонятно, вот как это все срастется с той ситуацией, которая есть сегодня, там с войной, которая идет, и насколько кто будет готов приехать, но, по крайней мере, планируется пока вот так. И там планируется поднять вопросы формирования альтернативной платежной системы. То есть попытки уйти или снизить, не уйти, это неправильно. Быстро не уйдешь, конечно, от доллара, но попытки, по крайней мере, снизить расчеты в валюте. Потому что, напомню, в чем суть доминирования США. Последние десятилетия для практически любых расчетов стран между собой за разные товары, особенно за нефть, газ там и некоторые другие, требовалось сначала купить у Америки напечатанные доллары, которые те печатали, а взамен страна, которая покупала эту валюту, должна была отдать реальные блага. Это очень выгодно. Покупать, печатать деньги и продавать их за реальные товары. Но другим странам это не всем нравится, мягко говоря, и они пытаются как-то начать эту систему менять. Быстро это поменять очень сложно, поскольку доллар доминирует очень сильно в мировой торговле. Там более 50% на доллар, около 25% на евро, и все остальные валюты, менее четверти на них приходится. Главное из выступлений главы ФРС США Джерома Пауэлла. Что он говорит? Что ФРС готова к дальнейшему повышению ставок, что инфляция остается высокой, и предстоит еще пройти долгий путь, пока все не наладится. Так что в Америке свои проблемы, нарастающая инфляция, как и в Европе тоже, и они пытаются это дело побороть, быстро у них не получается. Ну, по крайней мере, судя по заявлениям, это также служит и минусом для фондового рынка. Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС, а вот Бразилия говорит о том, что надо создавать новую общую действительную единицу, новую валюту для торговых переводов, инвестиций для стран БРИКС, чтобы снизить собственную уязвимость и как-то оплачивать друг другу товары и услуги иным способом. А развивающиеся страны все больше утверждаются в намерении в этом плане построить свои финансовые институты с Blackjack, национальными валютами и уйти от нелюбимого доллара. Продолжаю показывать мои результаты на инвестиционной платформе JetLed. Захожу в личный кабинет. В текущий момент у меня среднегодовая доходность около 15% годовых. Если посмотреть на доходность, то доходность по JetLed значительно обгоняла и доходность по облигациям, и даже по акциям, но тут смотря за какой период смотреть. Если взять период бурного роста рынка акций, тут, конечно, ситуация несколько иная, но консервативные облигации вполне обгоняет. То есть JetLed для меня это интересный инструмент с точки зрения низкого порога входа, широкой диверсификации, которую можно здесь получить, инвестируя в большое количество компаний. И при этом доходность заметно выше, чем ставки по депозитам и консервативным облигациям. Кстати, по ссылке под этим видео можно получить дополнительный бонус плюс 8% к доходности сроком на 1 месяц. Аналитики указали на исчерпание потенциала для роста индекса S&P 500. Он вырос примерно за год, но ожидается, что вырастет примерно на 17% после падения в прошлом году, но бурного роста вроде как не ожидают из-за повышения ставок, из-за того, что обслуживание долга для компаний становится все более и более тяжким временем. Концерн Heineken продал российские активы за 1 евро. Пивоваренный концерн продал 100% своего российского бизнеса группной компанией Arnest, крупному производителю косметики, хостоваров и упаковки. Ну, в общем-то, есть некоторая логика покупки производителем косметики производства пива, как альтернативный товар для клиентов, кто уже не надеется только на косметику, чтобы стать красивее. Тем более, что приобрести удалось по акции все за 1 евро. ЦБ Турции поднял ставку с 17,5% до 25%. Поэтому, кто волнуется нашим 12%, можно и как в Турции посмотреть. И, конечно же, при такой высокой ставке это большая проблема. Они мечтают об инфляции в 5%, но инфляция у них бешеная. При таких высоких ставках развиваться очень тяжело, потому что кредиты стоят дороже 25% годовых. По депозитам тоже ставки соответствующие, приближенные к этому. И это все очень сильно замедляет экономику. Но при этом, может быть, им удастся победить инфляцию, либо хотя бы ее снизить. В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль. Новая национальная идея. Фонд перспективных исследований начал работу над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и освоения новых месторождений полезных ископаемых. На что похож данный агрегат по своей форме, я не буду комментировать. Но сейчас основная проблема обычных дирижаблей – то, что при непогоде город назначения зависит от направления ветра, что довольно неудобно для логистики. А этот вроде как будет ветроустойчивый с такой-то формой. Но Уолл-стрит заявили об окончании золотого века инвестирования, которое, окончание это самое, началось в прошлом году. До этого был золотой век, и был бурный рост, и кучу денег кто-то заработал. Но, к сожалению, жители России золотой век инвестирования в американские акции особо не застали. По крайней мере, мне не удалось в этом плане. Успели посмотреть только финальные сцены, может быть, титры покажут. И также подчеркнули, что несколько десятилетий следующий, скорее всего, основным способом получения прибыли, станут акции. Однако, получить прибыль будет намного сложнее. Ну, а то до этого было легко. Сбербанк заплатит налог на сверхприбыль в размере полпроцента от своих дивидендов. Очень небольшая сумма, всего 3 миллиарда рублей. Индивидуальный налог для Сбера. Это, в общем-то, по их меркам, копейки. Так что Сбер очень неплохо себя будет, видимо, чувствовать. После повышения ставки ЦБ банки остановили выдачу сельской ипотеки. Напомню, ставка по ней до 3%, но поскольку сейчас ставка ЦБ 12%, то выдавать по 3% никто, собственно, не жаждет особой ипотеку. Российский рынок защищен от японской рыбы. Появились новости, что Япония начала сброс слабой радиоактивной воды с атомной электростанции в Фукусима-1 прямо в океан. И у россиян появились опасения из-за безопасности рыбы, которая поставляется из Японии. Но, как нам заявляют, что на самом деле бояться особо нечего. Российский рынок защищен от японской рыбы. Ее мало сюда поступает. А та, которая поступает, она премиального сегмента. И наоборот, Россия много экспортирует в Японию, а импортирует гораздо меньше. Соответственно, для обычного потребителя это все не сыграет никакой роли, сообщил эксперт по опрод рынку Илья Березнюк. Так что, если ваши суши светятся и бегают по тарелке, значит, все нормально, они натуральные из Японии. Россия сможет за 5-7 лет отстроить новую экономику благодаря инвесторам из дружественных стран. Это нам заявляет Олег Дерипаско. Он считает, что на американскую экономику тяжелым бременем лягут стратегические просчеты политиков. Из-за раскачивания напряженности, раскручивания спирали международных конфликтов по всему миру. И из-за повышения ключевой ставки долги будут стоить все дороже и дороже. Тяжело будет обслуживать федеральные долги, корпорациям будет тяжело. И в итоге Америке придется искать компромисс с этими самыми врагами Америки. И вот тогда-то можно будет России привлечь иностранных инвесторов, которых достаточно в дружественных странах, и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на юг и восток. В общем, ждем. Может быть, Дерипаско как-то подмигнет, когда США уже достаточно отвлеклись и пора начать бурно развиваться. Насколько вырастут цены к концу года? Министр финансов Силуанов заявляет, что инфляция будет сохраняться на уровне 6%. Мечтали о 4%, но, по его мнению, будет 6%. А по мнению наших сограждан, вопрос вот к вам. Вы какую ощущаете и ожидаете инфляцию? Будет ли она мечтаемой Силуановым 6%? Ну, он заявляет, что вот так вот будут они с этим бороться. Таргет был. Прогнозировали инфляцию в 4%, но, благо, эти планы удалось перевыполнить. И уже заявляет про 6%. К концу года, глядишь, и еще какая-то цифра будет заявлена. В России зафиксирована рекордная низкая безработица. Она составила в июне 3,1%. Но кажется, что низкая безработица – это хорошо. Но оказывается, что во многих отраслях наблюдается сильный дефицит кадров. Особенно касается инженерных и новых специальностей. На фоне того, что кто-то уехал из страны, кто-то мобилизован, кто-то, понятно, потери есть на войне. И как вот вы в ваших отраслях, где вы работаете, напишите тоже, чтобы нам из первых уст видеть ситуацию. Насколько там, где вы работаете, наблюдается дефицит кадров. Есть ли это или особо нет. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Питером может быть готова уже к 28-м году. Стоимость проекта – 1,7 триллиона рублей. И если все нормально ее построят, то время движения между Москвой и Питером уменьшится с 4 до 2 часов 15 минут. Представляете, какая скорость? Некоторые люди из Подмосковья в Москву дольше добираются, чем можно будет из Москвы в Питер. Если такие быстрые поезда будут распространяться и дальше, то, скажу вам, будет опасно засыпать в пути. Можно проехать мимо своей остановки на пару регионов, будет случайно. Турпоток по России вырос на 16% за первые полугодия. И главная проблема для туризма в России сегодня – дефицит нормального номерного фонда. И Минэкономразвитие в ближайшие годы сосредоточится на решении этой задачи. И для роста внутреннего турпотока будут поддерживать инфраструктурные проекты и развивать круглогодичные парки развлечений, курорты. Вот здесь, кстати, очень интересное направление для инвесторов в околотуристический бизнес. Действительно, в большинстве регионов нашей страны очень большая проблема с нормальным номерным фондом. То, что есть, оно либо старое, либо то небольшое число новых отелей, они стоят просто очень дорого. И тот, кто делает хороший современный номерной фонд, например, маленькие домики типа Афрейма, Барнхаусы. Кстати, напишите, если кто-то этим занимается, как вы это наблюдаете. Очень даже интересные получаются цифры и по доходности таких проектов, и по заселяемости. Вот я сам в один из таких проектов недавно инвестировал в Ленинградскую область. В новый проект был анонс на канале Инвест Возможности, кто следит, посмотрите там. США максимально нарастили закупку у России урана. Урана в смысле ядерного топлива, это не просто мое восторженное восклицание. И за первые шесть месяцев текущего года США нарастили 2,2 раза закупку этого самого урана. Заплатили за это около 700 миллионов долларов, что стало максимумом с 2002 года. И за год стоимость подставок увеличилась в 2,5 раза. Так что если у тебя дешевый уран, неважно, Россия ты или Иран. В Дом Клик изучили ипотечные сделки по приобретению гаражей и машиномест. Они начали расти на 66% больше выданной ипотек на гаражи и машиноместа, чем в прошлом году. Лидер Москва 24%, затем Московская область около 10%, затем Свердловская около 10%, чуть менее, и Питер около 4%. Хотя, по их мнению, средняя окупаемость около 10 лет. Но вот у нас в инвест-клубе «Финанс-1» довольно большое сообщество гаражных магнатов, кто в гаражи инвестирует, как такая малая недвижимость, гораздо более доступная, нежели крупная недвижимость. Не всем по карману сразу квартиру купить, а тем более коммерческую недвижимость. Но гаражи оказываются очень даже. Там есть свои риски, риски сносы гаражей, а основной – это самый главный большой риск. Но, тем не менее, есть и там пути решения многих вопросов, и доходность у нас в среднем, наверное, процентов 25 годовых на гаражах. Но, конечно, если покупать в новых, тут, видимо, имеется в виду новые строящиеся жилые комплексы, где, допустим, снизу машины место продается, там, как правило, застройщик уже цену задирает об угол. На заводе «Москвич» будут производить электромобили «Атом». Производители российских электромобилей «Атом», предпродажи которых стартовали в июле, и завод «Москвич», где из российского только название, собственно, подписали меморандум на оказание услуг по производству авто на территории завода. «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, конверенную сварку, покраску, сборку, электромобилей и некоторые сопутствующие услуги оказывать. «Москвич», в общем-то, как и положено ему по названию, сдал часть территории производственных мощностей приезжему бренду. На этом от меня на сегодня все. Всем удачи, хорошего окончания лета. С вами был Николай Мрачковский. И хочу в завершении поделиться личным достижением. Меня впервые, вот вчера в Бескресине, мне удалось, я играю в хоккей, и впервые сделался три. То есть три шайбы забил за один матч, а в конце матча у нас один из наших товарищей прямо на льду сделал предложение своей девушке. Вот я вам прямо в ролик вставлю этот фрагмент порадоваться за замечательное наше воскресенье. Удачи! «Москвич», 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 «Москвич». «Москвич», 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 «Москвич Продолжение следует...